Глава седьмая. Описание Рада Кунды. Пройдя некоторое расстояние, Харис вернул с главной дороги и, страстно желая увидеть свою возлюбленную, пошёл на Рада Кунду. Рада Кунда красиво окружена драгоценными ступеньками и хатами. Местами для омовения. На этих хатах расположены драгоценные возвышения с двориками и сидениями на каждой стороне каждого возвышения. Также с каждой стороны этих платформ имеется по два дерева, на чьих обильно цветущих ветвях висят красивые качели. Покрытые разными тканями. С южной стороны возвышений драгоценный качель висит на ветвях двух деревьев Чампака, на восточной стороне скадамбовых деревьев, на северной – сманговых, а на западной – с деревьев Бакула. Между восточной и юго-восточной сторонами находится красивый мостик на опорах, и воды Рада Кунды и Шьяма Кунды встречаются над ним. Множество деревьев окружает Рада Кунду со всех сторон. Эти деревья и лианы склонены от тяжести их толстых листьев, фруктов и цветов. Над корнями этих деревьев есть большие возвышения и драгоценные алтари, такие же прекрасные, как и водные бассейны. Эти возвышения имеют лестницы, остающиеся прохладными летом и тёплыми зимой. Некоторые из этих платформ высотой доходят до шеи, некоторые до груди, другие до живота, бёдер, колен, а некоторые высотой только до щиколотки. Одни из них шести, семи и восьмиугольные, тогда как другие круглые. С первого взгляда они напоминают волны, и птицы ошибочно принимают их драгоценные переливы за волны, падают на них, когда хотят утолить свою жажду. Здесь Рада и Кришна вместе с их подругами всегда наслаждаются своими шутливым общением. На четырёх углах Рада-Кунды расположены сады цветов Мадхави, окружённые рощами деревьев Ванира, Кисара и Ашока. Окраины этих садов украшены банановыми деревьями со спелыми и неспелыми плодами. Цветами и их листья создают прохладную тень. За их пределами есть внешние небольшие леса, окружённые цветочными садами. В середине Кунды расположен драгоценный храм, соединённый с берегом мостом. Множество лесных фей и сотни служанок принесли на Рада-Кунду различные фрукты, цветы и другие предметы, подходящие для служения Радхе и Кришне. Вринда-Деви наполнила этими предметами беседки, расположенные в цветочных садах и окружающих их небольших лесах. На Рада-Кунде также расположены сезонные леса, как, например, весенний лес, наделённый всеми благоприятными качествами. Вринда-Деви сбрызнула здесь все дорожки, дворы и Кунджи ароматной водой. Цветочные балдахины и ворота также прекрасно украшены цветами, как и Кунджи, аллеи, дворы, качели и возвышения. Внутри беседки для развлечений есть ложа, сделанная из свежих лепестков лотоса, листьев деревьев и цветов без стеблей и имеющие по краям мягкие подушки. Там также стоят кубки, полные медового вина и воды, а также вазочки с листьями бетеля и сладостями. Из цветов кахлара, красных лотосов, белых пундарика, панкеруха, голубых индивара и кайрава капалмёд. Вода, ароматизированная их пыльцой, стекает из труб со всех сторон этих беседок. Когда попугай слышит прекрасные песни лебедей, журавлей, гусей, матгус, чакравак и лакшман, они начинают повторять стихи о любовных играх Радхи и Кришны. Когда павлины видят, что Кришна пришёл, они, сойдя с ума от любви и ошибочно принимая его за тучу, начинают танцевать. Увидев Кришну, голуби, хариты, чатаки и другие птицы в прекрасном лесу начали петь песни, подобные нектару для ушей, а их тела при этом цвели от радости, наслаждаясь нектаром лица Радхэши Кришны, превосходящим красотой сияния бесчисленных полных лун. Птицы чакура оставили свою природную привязанность к луну в небе. Деревья, склонившиеся от тяжести спелых и неспелых фруктов, побегов, цветов, бутонов и лиан, радовали каждого своей тенистой листвой. Множество лотосов излучало чёрно-белое сияние. Это рада-кунда, чьи берега и воды облегчали игры Хари, своими удивительными качествами превосходят красоту молочного океана. Её воды и берега берут начало от лотосных стоп Кришны и встречаются на юго-востоке с Аришта-кундой, Шьяма-кундой. В восьми направлениях восемь кунж, восьми подруг Радхи, называемые именами каждой из них. С любовью эти девушки радостно украшают свои кунжи для совершения игр двух божественных возлюбленных. Все сады, простирающиеся за пределами этих кунж, прекрасно устроены, и кроны деревьев в этой местности притеняют дорожки с обоих сторон. Середина этих изумительных, чистых и хрустальных дорожек сделана из изумрудов. Взглянув на это, можно подумать, что их переливы напоминают небольшие потоки воды в реке. Для постороннего драгоценные ворота в тех двух подлесках казались стенами, а стены выглядели как ворота. Рядом с северным гхатом Рада Кунды расположены восемь кунж, напоминающие формой восьмилепестковый лотос. Здесь находится храм Ананга, Рангамбуджа, лотос эротической игры. Его тычинки представляют из себя красивые золотые банановые деревья. Прекрасные золотые платформы иногда расширяются, а иногда сужаются, так как это необходимо для игры Кришны. Счастье, ощущение всех сезонов может быть пережито в этом месте, за которым всегда ухаживает ученица Лолиты, Калавали. Она сама форма наслаждения. Богиня красоты Индира проявлена в царственном храме Радхи Кришны и их подруг, называемом Лолитананда-да-кунджа. Эта кунджа имеет форму лотоса с драгоценными тычинками и золотой сердцевиной, и разделённого на множество равных драгоценных лепестков, каждый из которых своего цвета. У этого лотоса храма красивая сердцевина. За ней расположены драгоценные тычинки, за которыми находятся лепестки, размеры и количество которых постепенно увеличиваются. Около центра лотоса, наслаждающего все пять чувств такими своими качествами, как прохлада, находятся красивые возвышения, сделанные из золота, лазури, сапфира, хрусталя, рубинов и им подобным драгоценным камням и металлам. В центрах этих платформ стоят удивительные драгоценные статуи, увеличивающие эротические чувства и изображающие совокупляющихся оленей, птиц, полубогов и людей. Пять цветов, листьев, цветков, деревьев и балдахинов украшают центр этого тысячелепесткового лотоса. Вокруг него располагаются восемь небольших кунж, которые выглядят как лепестки лотоса и украшены лианами ашока, покрытыми с вершины до основания белыми, красными, зелеными, желтыми и голубыми цветами. На северо-востоке лолита кунжи находится кунжа в форме восьмилепесткового лотоса, наполненная жужжащими пчелами и поющими кукушками. В юго-западном углу кунжи лолиты расположен храм, имеющий красивые ворота и окна на всех четырех сторонах. На четырех стенах этого храма лолита разместила множество прекрасных, усеянных драгоценными камнями, картин, изображающих игры Кришны, такие как его влюбленность, пурварага, его танец раса, его игры в кунже, убийство путаны и арешта суры. Зал этого храма сделан из драгоценных камней, и в центре стоит трон. Внешне он окружен шестнадцатью пристройками в форме лепестков этого лотоса храма. В каждой из этих пристроек еще по шестнадцать лепестков, над которыми расположены красивые балконы. Один за другим коралловые балконы располагаются на вершинах хрустальных колонн, и нет стен между ними. На вершине находятся драгоценные спирали, предназначенные для защиты от дождя с кувшинами на своих пиках. С этих очень высоких башенок Рада и Кришна наслаждаются красотой леса. Стороны этого открытого балкона на третьем этаже украшены жемчугом. Ниже расположено много платформ с узорами из драгоценных камней. Между ними есть лестницы, ведущие на верхние платформы и достигающие шеи в высоту, если стоять на нижней платформе. На четырех сторонах этих лестниц и на той же высоте расположен еще один этаж таких же возвышений. Вокруг этих платформ располагаются дуги веток деревьев, усыпанные цветами и фруктами. Это место – океан игривых времяпровождений для Радхи, Кришны и их подруг. В юго-восточном углу Кунджи-Лолиты есть драгоценные качели в форме лотоса. Ветви двух выступающих деревьев бакула, одного на западе и другого на востоке, встречаются здесь и, загнувшись вверх, покрывают эти качели, подобно балдахину. К основаниям этих деревьев с их ветвей свисают привязанные в четырех углах шелковыми веревками эти качели. На этих качелях есть восемь рубиновых сидений с восьмью коралловыми лотосами, окружающими каждое из сидений. Трон этих качелей представляет собой шестнадцатилепестковый лотос, украшенный драгоценными камнями. Каждая из восьми сторон этого сидения имеет по две ступени для стоп, сделанных в форме лепестков лотоса. На каждой стороне этого сооружения есть дверцы. Небольшие выступы на сидении поддерживают спины Радхи и Кришны, а шелковые подушки лежат за ними и по бокам. Красивый балдахин, покрытый пучками листьев и нитями жемчуга в виде дуг, висит над ними. Также над ними натянуты красивые ткани, расшитые золотыми нитями. В Риндадеве вместе с подругами, поющими гопи, раскачивают эти качели-радхики, Ачюты, их восьми подруг. Когда Радха и Ачюта взошли и сели на качели, которые называются Мадана-Долана, движение Камадева, каждой гопи казалось, что они сидят лицом именно к ней. В северо-восточном углу Лолита-нанда-да-кунджи есть кунджа из цветов Мадхави и называемая Мадхава-нанда-да-кунджа. Она выглядит так же сладко, как журавль, и хранит в себе множество подарков от Лолиты для игр Радхи и Кришны. На севере Лолита-кунджи расположена Ситамбу-джа-кунджа, роща белых лотосов, наполненная цветами нагакесара и деревьями, ветви которых, свисающие подобно рукам, усыпаны цветами жасмина. Сердцевина этого лотоса сделана из золота и усыпана лунными камнями, а его тычинки сделаны из драгоценных камней. Эта кунджа окружена такими же кунджами в форме лотосов. Восток кунджи-лолиты украшен кунджей в форме синего лотоса. Эта кунджа наполнена изогнутыми вниз, подобно рукам лианами, обнимающими деревья – тамала. Украшенная голубыми и синими камнями, эта кунджа известна как Аситамбу-джа-кунджа – роща голубых лотосов. Она также окружена восьмью прилегающими небольшими рощами с золотыми сердцевинами. На юге расположена Арунамбу-джа-кунджа – роща красных лотосов, украшенная внутри рубинами и покрытая сверху цветущими гвоздичными лианами. На западе располагается Хемамбу-джа-кунджа – роща золотых лотосов, покрытая сверху золотыми лианами чампака, а внутри – украшенная золотом. Таким образом, кунджа-лолиты расположена на северном берегу Рада-кунды, удивляет глаза Радхики и Крышны разнообразием цветов и форм. Во всех четырех направлениях в Мадананда-да-кунджа или Вишакхананда-кунджа – роща Вишакхи – растут деревья чампака. У этих деревьев очерем ароматные, красные, зелёные, жёлтые, голубые цветы, аромат которых не позволяет другим ароматам вторгнуться в кунджу. Также там есть сладко-поющие, голубые, жёлтые и зелёные попугаи и множество пчёл. Вся кунджа затенена лианами Мадхави и склонёнными ветвями деревьев чампака, которые делают её выглядящей подобно дворцу. На всех сторонах лотосы, водные цветы, листья, украшения, ткани, балдахины над ложами, красные, жёлтые и голубые лотосы со стеблями того же цвета, а также другие виды цветов. Со всех четырёх сторон эта кунджа имеет маленькие ворота, сделанные из прутьев и разных цветов и листьев, нанизанных на них. Опьянённые пчёлы жужжат, летая вокруг этих цветов, как если бы они были стражниками у ворот кунджи. В центре кунджи расположен шестнадцатилепестковый лотос, инкрустированный драгоценными камнями. В Мадана Сукхада кунджи или Вишакхананда кунджи обители блаженства для глаз обитает Шри Вишакха Деви. Это кунджа, царь кундж, где ученица Вишакхи Манджумукхи, очень опытная в рисовании картин и ответственная за эту кунджу, окружённую четырьмя прекрасными возвышениями, затенёнными широкими ветвями, всегда занята в преданном служении. Даже хотя эта кунджа находится на берегу Рада Кунды самой формы любви, тем не менее она затоплена потоками наслаждения Радхи и Кришны. На восточном берегу Рада Кунды расположена удивительная кунджа Читры, Читра-нанда кунджа, украшенная различной формы и цвета деревьями и лианами, такими же прекрасными, как и изумительные драгоценные птицы, пчёлы, платформы, дворики и павильоны разных цветов. Читра значит разнообразный или удивительный, и все создания в её кундже обладают этими качествами. На северо-восточном углу Рада Кунды располагается кунджа Индулекхи, называемая Пурненду, полная луна, или Индулекха, Сукха Прада, дающая счастье Индулекхе. Её ложа для игр белы. Платформы и павильоны сделаны из хрусталя и лунного камня. Там белые лотосы пундарика и цветы кайрава, жасмин, а также всевозможные лианы и деревья с белыми листьями и цветами. Белые пчёлы, птицы пика и попугаи различаются только по издаваемым ими звукам. Если кто-либо зайдёт сюда случайно, когда Рада и Кришна играют здесь со своими подругами ночью в полнолуние, то они не заметят их в белом свете, потому что в это время они носят белые одежды. На юге Рада-Кунды находится золотая кунджа Чампакалаты, Чампакаталанда-Кунджа, где всё стало золотым из-за блеска золотой земли. Сверху кунджа покрыта золотыми лианами и ветвями деревьев. Лотосы, лианы, цветы, деревья, беседки, качели, пчёлы и птицы на золотых двориках и возвышениях – все золотые, как и одежды, которые Радха и Кришна носят здесь во время своих игр. Когда бы Радхика не пришла сюда с золотой косметикой и украшениями и одетая в жёлтые одежды, даже Кришна не может узнать её из-за её естественного золотистого сияния. А когда Кришна одет в жёлтые одежды, он может слушать сладкие слова Радхи и её подруг, сказанное о нём, не будучи замеченным ими. И когда бы соперница Радхи, Падма, не посылала сюда Джатилу посмотреть на неё, Джатила видела только Кришну, хотя Радха могла сидеть рядом с ним на троне. В этой золотой роще есть известная кухня Шри Чампакалата, Чампакалаты с обеденным столом Радхи и Кришны. Иногда Чампакалата вместе с наставницей в приготовлении Вриндадеви радостно кормят здесь Радху и Кришну. На юго-западе Рада Кунды находится тёмная кунджа Рангадеви, называемая Рангадеви Сукхапрада. Эта роща увеличивает привлекательность Радхики своими тёмным цветом, напоминающим ей цвет Кришны. Эта кунджа полна деревьев Тамала, обвитых тёмными лианами. Всё внутри неё – земля, возвышение, беседки, инкрустировано сапфирами. Даже если Мукхара и другие старшие придут, они не увидят Радхику и Хари вместе, они увидят только Радху, а Хари сольётся с тёмным окружением. На западе Рада Кунды расположена малиновая роща Тунгавидии. Тунгавидья Нанда. По желанию Кришны, лианы, цветы, листья, качели и дворы – всё красное, а возвышение на корнях деревьев и беседки выложены рубинами. На северо-западе Рада Кунды есть зелёная роща Судеви, Судеви-Сукха. Всё в этом месте и Градхи, и Кришны, лианы, деревья и птицы – зелёные, а возвышение на корнях деревьев и беседки инкрустированы изумрудами. Здесь Рада и Кришна играют в кости. На севере Рада Кунды находится Кунджа – сестры Шри Радхики – Ананга Манджари, известная как Салита Камала. Она расположена в стороне, и это выглядит так, как будто она плавает в воде. Её форма – шестнадцатилепестковый лотос. И она соединена с берегом-мостом. Эта Кунджа украшена изумрудами, рубинами и лунными камнями, а также прекрасными драгоценными лилиями, лотосами и лебедями. Она доставляет Кришне неповторимое наслаждение своей изысканной и естественной красотой. Благодаря своим великим качествам озеро Шри Радхи так же дорого Шри Хари, как и сама Шри Радха. Здесь прекрасный луналекий Мадхава всегда любовно играет с ней. Просто омывшись здесь однажды, личность достигает любви Кришне, подобной любви Радхики. Кто на земле может описать славу и сладость Шри Радхакунды? Видя озеро своей возлюбленной, Кришна, учитель всех любовников, становится счастлив в сердце, потому что оно напоминает ему о ней всеми своими качествами. Он переполняется эротическими чувствами разлуки со своей возлюбленной Прияджи и страстным желанием найти ее. И он обманывается, видя ее в различных качествах ее озера. Игривая птица Чакроварка на воде напоминает ему груди Прияджи. Пена на воде – ее жемчужное ожерелье. А волны воды – ее умонастроение. Все это напоминает ему ее груди. Это самое дорогое для него озеро напоминает Хари о его самой дорогой возлюбленной. Сладкие волны воды, подобной волнам ее сладкой любви. Лотосы в воде – ее лотосному лицу. Пчелы вокруг этих лотосов – ее вьющимся локоном, окружающим ее лотосное лицо. Подвижные трясогуски – ее беспокойным глазам. А громкая и сладкая курлыканье лебедей напоминает ему звон ее ножных колокольчиков. Красный лотос, останавливающий в врывающиеся воды Шьяма Кунды, напоминает Кришне лотосоподобную красную ладонь Радхики, которая пытается остановить его попытки обнять ее. А лотосы, украшенные пчелами и покачиваемые ветром со Шьяма Кунды, напоминающим на лотосы Рада Кунды, напоминает ему ее взгляды из уголков глаз во время его попыток силой поцеловать ее лотосное лицо. Жужжание пчел напоминает Кришне прерывающиеся крики, когда она притворяется разгневанной на него. Видя эти два озера с дрожащими и гривыми лотосами на их волнах, движимых ветром, Хари думает, что они – это два наполненных слезами глаза склоненной головы холма Гвардахана, чье тело форма напоминает павлина, взрыгивающего от любви к нему. Когда он видит озеро своей возлюбленной, каждая деталь которого напоминает ему своими качествами о ней, Кришна наполняется огромным блаженством и беспокойно ожидает ее прибытия. Берега этого озера Шьяма Кунды также разделены на восемь кунж друзей Кришны. Субала, Мадхумангала, Уджджвалы, Арджуны, Гандхарва, Видарпхи, Пхринги, Кокилы, Дакши и Сананды, которые предложили свои кунжи каждой из особых гопи, таких как Радха, Лолита и так далее. На северо-западном берегу расположена кунжа Субалы, Субалананда. Эта кунжа была принята Радхой и известна как Манаса Паванагхата. Шри Радха всегда омывается здесь со своими подругами, потому что эта вода состоит из меда, стекающего с лотосных стоп Кришны, и поэтому так же дорога для нее, как и сам Кришна. На северном берегу находится кунжа Мадхумангала, Мадхумангала Санда, дающая радость Мадхумангалу. Эта очень удивительная кунжа принята Лолитой, и она также очень дорога Шри Радхи. В северо-западном углу кунж, у Джжвалы, у Джвалананда, она принята вишак Хайсакхи. Та кунжа всех лучших друзей Кришны расположена вокруг Шьяма Кунды. Есть два спуска до и на востоке Шьяма Кунды, другой – на западе Радха Кунды, где люди и животные могут пить и омываться. Все это может быть увидено в истинной форме Сварупи, теми, кто пребывает в этих играх, а также практикующими преданными, но другие видят это как материальное место. Когда Вринду увидела, что сын Нанды, Кришна, пришел, она очень обрадовалась и дала ему два цветочных бутона для украшения его ушей. Она повела любимого Радхи в Мадана Сукханда Кунжу, что на севере-западе Радах Кунды, и показала ему красоту всех кунж на берегу, чем напомнила ему о своей госпоже Шри Радхе. Показав ему свою опытность в украшении, она заметила, что Кришна стал очень счастлив, и, вспоминая все игры, которые он проводил здесь с Радхой, он пожелал начать их снова. Кришна очень вдохновился, увидев Кунжи, очень прекрасно украшенный Вишакхой, Манджу, Мукхи и Вриндой. С любовью он сказал, «О, Вринда, если я буду так удачлив, что смогу быстро встретить твою подругу Радху, и если я смогу играть с ней без беспокойств, тогда удивительные украшения леса вокруг озера и Кунж, сладких от присутствия весны в них, станет полезным». «Радха может не прийти, если услышит от Туласи, что утром я встретил Шайбью, поэтому кто-то должен увидеть ее и сказать ей, что в действительности я обманул Шайбью и что жду ее здесь». «О, Дханишта, попроси Лалиту очень быстро привезти Радху. Сделай так, чтобы она страстно пожелала прийти сюда. Расскажи ей о состоянии Мадхавы, Кришны или весны. Кришна, раненый стрелами Камадева, ждет встречи с тобой». «О, Вринда, поставь одну гопи смотреть на дорогу с пастбища. Кто знает, может быть, кто-то из пастушков придет. Если так, она должна будет обмануть его и не пустить сюда». «Поставь другую опытную гопи на дорогу с Гаурит-Тиртхи. На тот случай, если Шайбья вернется, ее тоже нужно обмануть». Увидев, что Мадхумангала хочет спелых бананов, Хари сказал Вринде, «Наполни его живот этими фруктами». Мадхумангала ответил, «О, друг, почему ты указываешь мне? Я сам посмотрю вокруг и удовлетворю свое желание тем, что найду». Когда Вринда поставила двух опытных девушек на дорогах, Кришна начал беспокойно смотреть на дорогу, по которой, как он ожидал, должна была прийти Радха. Он продолжал смотреть до тех пор, пока улыбающаяся латасаликая Радхика не пришла. Кришна, обычно серьезный, как сотни океанов, был нетерпелив и думал, что одно мгновение длиннее, чем сотни тысяч веков. Это неудивительно, потому что это естественная привязанность влюбленного к возлюбленной. Корректор А.Егорова